привет привет еще раз еще раз привет сейчас продолжим эфир сняли это что-то полетел интернет артем ты здесь да ты здесь темыч у меня к тебе просьба я что-то вроде вы выложил сохранил через gtv но не вижу в ленте я знаю что ты лишь техническая возможность скачать эфиры пришли пожалуйста в telegram первую часть эфира привет всем наташа сережа да и здесь кофе давай давай ты какой кофе любишь молоком без вообще я люблю капучино если он классный сваренный вот но если я тороплюсь и мне лень варить кофе я всегда имею запас растворимый за секунду короче хотя он отвратительный но мне тоже пойдет приезжает геленджик у нас есть серф-кафе офигенные ребята это самый вкусный кофе капучино который вообще я когда-либо пил просто обалденный не дразни хочу нормальный капучино да ладно у тебя нет любимых мест где вкусно капучино варить что есть почему есть но сейчас я возле дома нигде не найду ну и в принципе смысла нету на ночь такое капучино потому что я от кофе если он вареный нормальный я вообще не могу и так ни крыла не сплю слушай я стабильно перед сном я тоже кофеман и перед сном кофе это нормальная тема и я спокойно быстро засыпаю ну что на чем мы с тобой остановились остались на том что эфир лёша прекратил лёша исчез лёша сопротивляется да то очень жестко сопротивляешься короче начали мы с темы такой что когда мы объявили о том что мы сейчас будем брендировать и авторские права на весь мой контент то есть мои продюсеры так решили пускай они этим занимаются я не буду лезть вообще в их дела вот я хочу заняться чисто творчеством что они там будут делать все мне уже интересно понаблюдать что будет вот лезть туда не буду вот все сопротивляются люди как так типа нелли ты типа тогда не причине причине вот это слово причина волне я уже давно не использую типа не творец ты жертва если копирует значит ты этого хочешь да это все понятно вот я всегда всем позволяла меня копировать делайте что хотите вот но раз мнение моих продюсеров разошлось что типа нафига мы сейчас будем бизнес свой строить они там деньги зарабатывают им это интересно они хотят продвижение делать ну как бы это их работа и творчество все я туда не еду как можно изучать вот это все дело да и не копировать меня да можно просто пропуская через шаблоны своего мышления через свои мысли через свои слова своим собственным творчеством ты занимаешься у тебя контент все равно другой будет получается он не может быть скопирован если ты не контроль c нажал многие просто реально не заморачиваться даже думать мы отслеживали что ребята берут и просто скопировали пост не меня не работает она так не работа ну она не работает под тот импульс или под то намерение которое идет у человека я проверяю это человек не люди не идут не удовлетворения нет ничего не вкладывает туда нету в нем его души на которую люди шли которые интересовались понятно куда ноги вот сделано это для того чтобы первое ну люди реально задумались той информации которую они получают начинали пропускать через себя то есть это уже классно для их роста и для их расширения то что меня там скопировать мне это то они хорошо неплохо мне реклама вот плюс какая учиться благодарности потому что даже указав автора поблагодарить уже человек расширяется делясь человек расширяется умножается на самом деле я когда знаешь еще была тема что-то недавно же по-моему была эта история с движим помнишь и меня она напрямую не коснулась но волну я получил и я вот тогда собственно почувствовал этот волшебный пенды да то есть вот эти вещи то что авторское право допустим да вот это вот когда идет внутренняя злость в то же время меня сейчас на себя и там на некоторых людях тоже она выражается меня окружает это пендаль то есть это педаль разворот да чтобы каждый занялся чем-то новым да 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 блин такая игра не понимаешь особенно когда начинается вот эта вот игра вот эти знания причина во мне вот эта вся шляпа ну как я могу копировать если это уже придумано значит это уже есть и вот это вот знаешь вот оно гуляет в поле ну как бы да ты вроде кто-то это создал ну типа ты же тоже это создал причина же в тебе ты же типа есть все ну вот это вся ерунда и но ты же не через себя да вот 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 тут вот тут вот самое и ловушка ты же не даешь вот этому расцвести расширить это слушай а что значит пропускать через себя как ты это понимаешь как ты это чувствуешь что значит пропустить через себя ну вот например я прочитала пост какого-то автора я могу его скопировать и сказать вот посмотрите какая крутая да еще типа я даю консультации вот читайте мои посты причем твоих постов там нету ну некоторые так делают окей хорошо вот а когда ты прочитал понял эту мысль которая у тебя есть в голове и ты ее изложил там ничего похожего не будет потому что ты понимаешь через свой призму своего мышления просто ты прочитал и понял мысль у тебя свой слог свои слова свои предложения складываются у тебя свои мысли по этому поводу ты когда это осмысливаешь то что ты прочитал у тебя или посмотрел там послушал у тебя идет какое-то свое собственное расширение ты такой нифига себе и свою точку зрения выкладываешь не надо бояться выкладывать свою точку зрения многие боятся у меня так не получится вот автор так классно написал я типа нового ничего не придумаю но если человек просто задумается интересно а что эта мысль мне дает как она меня расширяет что тут нового поздал то есть наводящие себе вопросы задаешь и ты понимаешь сколько грани там много в тебе вот этого раскрывается и ты это можешь давать через себя пропустив они просто контур c контур в по поводу там курсов это вообще отдельная история как только я же вообще ни за кем никогда не слежу ну блин чтобы там никого не копировать и так далее у меня там своя фишка у нас всегда одно поле да вот это информационное только приходит мысль выкладываешь что-то смотришь что уже час назад пол интернета то же самое выложили это нормально да у них это все видоизмененно но очень сильно похоже ну хочется даже так найти ты меня копируешь там одно слово увидел знакомое все ты все у меня скопировала вот дело в том что еще такая есть тема если ты что-то не хочешь делать сомневаешься но мысль к тебе пришла то всегда найдутся люди которые сделают это за тебя в любом случае она это просто я очень долго это принимал я так бесился потому что вот мысль приходит приходила ложишься спать хотя чувствуешь там стоишь в душе знаешь у тебя идет какой-то текст или у тебя идет какой-то порыв посыл прямо вот и прямо знаешь это стоишь в душе прямо чувствуешь прямо как круто такой да ладно посплю с утра напишу с утра выходишь в соц сети да причем ты не ищешь ничего ты думаешь ну елки-палки ну как же так смотри эта фишка очень классная дело в том что мы можем настраиваться на других людей на поле настраиваться на коллективное поле на толпу настраиваться мы это делаем неосознанно но мы всегда считываем информацию просто кто-то более расширил расширил свое сознание и может это ловить своим вниманием да и быстренько расшифровать кто-то это делать осознанно ну как на моих курсах там есть очень много людей которые это делают есть которые неосознанно делать но остальная масса людей и очень часто это работает с двух сторон первое я что-то хочу получить ну что там не нужно но при этом я точно знаю что я этого делать не буду я хочу барабаны но я не буду идти выращивать овец чтобы там освежевать шкуры там натянуть мембрану то есть я хочу эти барабаны там дома стучать я не хочу их делать всегда найдутся люди которые тебе их сделают принесут постучаться в верес и скажут блин мы тут соцопрос проводим а еще параллельно там косметикой торгуем и барабанами хотите купить то есть всегда найдутся люди которые быстренько все сделают за вас все принесут это с одной стороны это очень круто как исполнять свои желания просто по желанию если самому делать не хочешь наблюдай и это все сразу тебе все сделают с другой стороны если у тебя сильный посыл это сделать самому если ты этот момент теряешь да опять же это сделаю то есть действие отслабливая действительно я хочу это сделать либо мне интересно понаблюдать как моё продолжение через меня в других телах других скафандрах люди возьмут это сделать но это тоже мое творение тоже этому порадоваться пойти дальше то есть и в этом случае в другом случае относиться к этому ну блин с любовью классно что окей он сделал это исполнилось мое желание либо окей он сделал я сам протупил в этот момент пропустил ну окей но это все равно мое творение это все равно мысль коллективного сознания которая творит вот этими чувствами всю эту материальную действительность ну окей но опять же кто мешает взять эту мысль который ты увидел что ее воплотили а ты не успел сделать по-своему кто мешает же никто не мешает видать в том виде в котором ее ты думал и потом взяли точно так же воплотили тебе не надо возможно это какое-то старое твое вот то что о чем ты сейчас говоришь про старое я сейчас пока с моря шел до дома между эфирами я-то слышал что ты говорила ты меня не видел но я слышал что ты говорила и я так сразу был в этом вопросе я увидел то есть я увидел я увидел что я повторяю то есть что я себе показываю даже в том что в том что я написал и вот эта тема она тоже такая скользкая то есть мне интересно как бы и делиться и не делиться сейчас объясню что это значит для меня самые мощные какие-то вещи со мной происходили когда я шел создавал что-то или даже в отношениях какие-то там знакомства какие-то в проекте какие-то когда я чувствовал что я этого еще не знаю да то есть вот мне это направление интересно но у меня нет идеи как это реализовать дел какие-то маленькие шажутки но все складывалось но в то же время знаешь еще какая у меня вот самая-то больная тема что есть прожитый свой опыт до какой-то даже вчерашнего им хочется были поделиться рассказать знаешь вот это вся история и начинается из этого тоже создаваться какая-то вещь и там и по-разному вот так я не могу вот понять там по разному происходит то есть как вот по поводу допустим курса для новичков да то есть я понимаю да что есть люди ну блин люди я через людей до сам себе говорю типа ну там база база расскажи миру о какой-то базе что за база ну давай курс придумал я его когда писал я прямо знаешь как будто достал это библиотеки да и написал и сразу же через пять минут получил от себя же по башке типа чё ты там повторяешь ты ответил себе на вопрос я ни один курс не знаю что там будет никогда я ничего не повторяю я свое не повторяю а люди мало того что свое повторять они еще и у других берут повторять а я просто получила себе по голове год назад когда я взяла курс с олесей и решила его повторить набрала опять очень много людей никто не знал что его буду повторять никто только я знала что мы будем копировать задание и вставлять в чат это была самая тухлая группа которая написала то что ну не идет вообще-то херня и так далее и мы получились с олеси разобрали что мы больше сами себя никогда не повторяем если я уже знаю чем не нужно поделиться знаю чем не нужно поделиться этим не делюсь потому что если я это знаю в коллективном сознании это все знают но это уже не интересно ты идешь ну вот я я шел и думал что мне реально вот вот то что я написал мне это самому не интересно мне не интересно база меня сейчас вообще у меня такие события в жизни происходит не окружают люди знаешь какие вот все в вопросе ну с разных сторон вопрос один типа а чё как двигаться дальше у людей нет вопросов решить какие-то проблемы да там вот эти вот там деньгами с долгами еще с чем-то а люди в вопросе своей какой-то реализации до своих нового творчества сделать да а не точки обзора которые уже обмусолен ну ты же сам прекрасно понимаешь и сам же сказал в эфире все слышали да мне не интересно я знаю и для эфир то для чего это ты придумал мне нужно выговориться это же основной инструмент до нас а я на самом деле вот это к вопросу первой части эфира в чем все равно ну мозг мой понимает о чем говоришь да там оставь барана своего вчерашнем дне блин все равно он лезет да то есть мне вот поговорить самим собой я говорю но я понимаю да периодически прям чувствую что не хватает говорения с человеком да вот и лёшка к альтернатива ну реальная альтернатива вот то что ты говоришь я хочу сказать то что я уже знаю да но об этом знаю уже все знают я хочу выговориться вот у тебя есть прямые эфиры у тебя есть видео у тебя есть подкасты подкастах аудио радио выговаривайся но кто тебе мешает а курсы веди всегда для того чтобы себя познавать неинтересно с человеком работать на каждый человек да ну мы себе это материально действительно творим только до чего для того чтобы познавать себя через каждого человека если ты это знаешь зачем ему это нахрен надо ты когда работаешь человеку тебя должен быть интерес себя познать они ему помочь меня и последний я почему я почему люблю люблю индивидуально это вообще вот мое самое любимое потому что я вообще отключая все знания я включаю то что мы раскрыли на твоем курсе ты мне еще тогда написал у тебя там с чувствами скажу в эфире пиздец какой-то да то есть я прямо доверяюсь до вот этой интуиции и просто это происходит вот вот вообще без каких-либо знаний просто в разговоре порой даже знаешь как бывает задашь один вопрос и человек один-два дня ходит в этом вопросе и потом так у него просто все складывается все отвечает что же самое делать на курсах с несколькими людьми но то же самое я не знаю мне интересно как мы сейчас все вместе раскроемся ты училку в себе включаешь конечно я такой классный педагог блин вот крутой я вас типа научу а вы такие типо тусы и не я ученик вы учителя ко мне приходите и мы взаимодействуем если ты с позиции ученика смотришь на всех людей которые к тебе приходят как учителя ты себя познаешь через них тогда тебе будет интересно нет интереса выкладывать то что ты знаешь микки маусом которых ты наделил своими чувствами зачем зачем учить своих микки маусов ты себя через них познавай научи все и тогда у тебя все вот эти пафли сложится ты что я побил по голове же сам только потому что конечно конечно тут много на самом деле граней во всей этой истории особенно когда наблюдаешь вот таких вот красоток блондинок которые в течение дня могут вещать просто с утра одно а вечером другое а про вчера я вообще молчу и я понимаю что это я вообще везде практически по удалялся у меня чатов вообще нет тебя у тебя у тебя другой формат я говорю про нет не свои чаты да а про какие-то вот внешне че тогда я уже где-то наверное год назад прошлым летом увидел вот этот слив какую-то зависимость ты смотришь и одна и та же хрень уже совсем интересно люди там что обсуждают а ты просто тратишь свое время вот свои чаты каналы одна история то вот очень часто просто там курсов ребят просит там оставить я все равно удаляю потому что делал проверки оставлял и потом это превращалось уже совсем интересную историю Леша знаешь что по тебе моя команда пишет ну сейчас ребята в продюсере которые да у меня сейчас четыре человека в команде вот несколько человек здесь вот они все пишут что уже видят что им всем кажется что твое расширение сейчас вообще попрёк просто после пинка тебе века и марина вот они туда смотрят ну я из-за твоей команды только тебя знаю и по остальных ну она не тебе пишет то что ты смотри на всех с позиции того что интересно чего же я сейчас новенького узнает чему я научусь от каждого человека что я узнаю на своем собственном курсе который создал для своего же собственного познания не надо вот эту корону надевать что я все знаю типа сейчас я вас научу нет смысла таких людей учить они сами 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 все знают слушай а у тебя бывает такое какое ну вот вот это вот ощущение ощущение чувства учителя короны ну когда я бываю себе через вне это говорю ну это очень редко крайне да я сразу такая так пошла в шкафчик поставлю очередной короны какого хрена это же ну я задавая вопрос понимал что это бывает что ты в этот момент делаешь ты сама собой работу ведешь или ты все равно да у меня уже на автомате так что я себе сейчас сказала ну то есть как бы вопрос наводящий точно спасибо тебе учитель мой любимый ну то есть я долго не зацикливаюсь там не знаю минут пять десять я понимаю что я включила учить того кому не следует себя надо учить через других я это быстренько отслеживаю ну вот на сегодняшний день ну даже уже не знаю как оно дальше будет но вот у меня вот так это классно не узнать что оно будет там дальше это и есть твое расширение я себе это тысячу раз в день говорю то что ты мне сейчас говоришь понимаешь ты же знаешь как оно работает тысяча первый раз когда скажет тебе кто-нибудь или сам себе такой да ну как обычно это происходит да и потом случается всегда так было и так далее просто если ты уже сейчас со мной в эфире значит у тебя уже все случилось у меня точно все случилось я не к самому что я про себя тут говорю такая умная нет ты был зол и вот тебе пишут какой ты умничка спасибо тебе лёжно и искренне что ты решил не скрыл это да и сидишь такой а вот скотины меня там что-то увлечили ты решил разобраться с этим ну да да ну блин а как по-другому то есть я в любом случае это делаю в каком-то в виде я это делаю потому что ну я даже сейчас не понимаю и знаю как по-другому другой вопрос что вот это вот упрямство да оно иногда притормаживает то есть долго находишься ну относительно долго для меня долго это день сейчас потому что сейчас каждый день столько всего происходит столько всего проживаешь. Допустим, последний год для меня это такое ощущение, что, не знаю, лет 30-40 наверное прошло уже. Столько событий происходит. Даже вопрос не в событиях, а в ощущениях и в чувствах, которые проживаешь, да, ежедневно. Поэтому для меня день быть в каком-то вопросе, это уже долго, я начинаю уже нервничать, да, сам на себя злиться, потому что жадность до жизни, да, жадность до радости, жадность до вот каких-то новых интересных вещей, да, думаешь, бля, дебил, ну давай уже, давай как-нибудь, да, потому что у меня даже сегодня сколько раз настроение менялось, я тебе написал, типа, это, Нель, может, блин, может, нахрен его, как бы, это Неля, как обычно, слышишь, заебал, давай, пойдем в эфир. А чего я тебе написала, да, в конкретной группе? Ты написала «Хорош ныть». А, «Хорош ныть», да. Да, прикол в том, что я пишу каждый день так людям, ну, надо, чтобы себе тоже кто-то писал. Вот, слушай, еще, знаешь, что хотел? Очень-очень-очень крутые эфиры, не полностью смотрел, но вот с диджеем, прямо очень необычно, очень живо, вообще, я залип на этих цветах, на этом свете, а как он придумал эту историю с фотками, блин, вообще, очень круто. А у него еще такой микрофон висит, как будто я в студии, я ощущала себя, что я реально в каком-то пространстве студийным, у меня идет такая запись, и что вообще, правда, как на телевидении, у меня всегда с ним такое. Вот такие фишки, ну, вот лично мне сейчас такие фишки интересны, то есть там сейчас у нас там, у нас тоже тут команда образовалась там по отдельному проекту, Леша, напиши Максу, Макс сейчас ведет каждый день прямые эфиры с людьми на эту тему, с разными, напиши и проведи с ним тоже эфир. Проведу, да, с удовольствием, с удовольствием проведу, с удовольствием проведу, тем более, что я сейчас практически каждый день, у меня один проект, связан с интервью, проект «Зерно», но мы в Геленджике пока делаем это, мы людям о людях рассказываем, и меня просто придет именно вот просто общаться, знаешь, без причины, без всего, просто общаться с людьми, и мой прикол в том, что мне интересно наблюдать за человеком, то есть как он красиво, какой он красивый и разный, то есть, знаешь, это не рекламное интервью, типа, ну, расскажите про то, как вы там ноготочки делаете, не об этом, а наоборот, я вопросами введу, там, знаешь, там, ну, даже порой интересно в трэш какой-нибудь, какой-нибудь неудобный вопрос задать, чтобы человек там раскрылся, распаковался, и так интересно получается, что в процессе, и после интервью, до людей много чего доходит, то есть получается такая, знаешь, как бы типа сессия, а по факту просто творчество, просто интервью, вот, и есть идеи там со всякими вайнами, вот это, я понимаю, что вот это интересно, да, то есть не ковыряния какие-то, а именно вот творчество в разных проявлениях, тем более, что такие люди классные окружают, столько идей, я просто, у меня-то столько идей, и у них столько идей, и тут новые шаблоны, когда все успеть, как все успеть, понятное дело, возвращаешься. Ты не успеваешь, да, люди сразу разбирают, это нормально, то есть сразу, да, всех остальных, то, что сам хочешь прочувствовать, мы же всех людей наделяем своими чувствами, да, и чувствуем внутри себя, то, что я хочу прочувствовать, но не даю себе это прочувствовать, я тут же же это наделила, и вот, пожалуйста, я наделила. Хочу у тебя интервью взять. Что? У тебя интервью хочу взять. Так вот. Я вживую хочу. Ну, может быть, конечно, в онлайн. Вживую? Ну, даже, да, гильдика я пока не знаю. Вживую, оно по-другому. Вживую можно вообще хайпануть, прикольно, поприкалываться, поиграть. Мы сегодня снимали интервью, сделали, девочка-певица была, и мы сразу мини-клип сняли с париками, со всеми делами. Я видела, вы делали классные, да, ну, блин, для живого вообще сообщения сам понимаешь. У нас пока... Приезжай в Геленджик. Скоро откроется уже. Ты была в Геленджике? Я не уверена, что я вообще смогу с Москвы сейчас свалить, потому что очень много работы, очень много. У нас нет идеи, которые нужно реализовывать. У меня нет ни секунды. Я ложусь в 3-4 утра уже, вот, ну, правда, стыда обеда, ну, ладно. Ну, все, остальное время я все делаю. А если сделать у меня просто сразу сейчас в процессе, я как открыть границу поеду в Питер к детям, и если через тебя проехать, ты дашь интервью? Ну, конечно. Отлично. Я за, я вообще сейчас за. Мне пишут многие, мы их давай, типа, сделаем коллаборацию вместе, проведем прямые эфиры, и вот каждый день мне какие-то с кем-то прямые эфиры, и что-то я смотрю, и завтра у меня еще прямые эфиры, и послезавтра с другими людьми, блин, так классно. Вот, то есть все одна, да, одна, а классно, когда еще с кем-то общаешься, не только на вас. С кем-то общаться, это вообще огонь, то есть, ну, для меня, я вот уже сколько, полгода делаю активно с людьми, вот прямо, вот общение в эфирах и живое, и я понял, что это, это интересно, это расширение, это знакомство, это связи, это какие-то, блин, спонтанные идеи, куча чувств, эмоции, порой зачастую переходит в какое-то вообще сумасшествие, трэш, ну, в общем, какие-то, знаю, вечеринки, гулянки, общения, игры, мы тут недавно собирались дома, играли в мафию, потом Андрей, по-моему, здесь, вот Андрей, он в Геленджике организатор, приехал тоже в Геленджик и организовывает в том числе игры различные, мафию, покер, вот, у него свои доски, на New Business по морю гонять, и он принес игру, блин, Андрей, напиши, как она называется, я не помню, вообще, я никогда в нее не играл, она такая простая, мы залипли, и она вот про нейронные связи, там, а что там в этой игре, хотя бы карточки какие-то, в игре, смотри, да, там карточки, там, а суть в чем, 25 карточек лежит, выкладываешь из коробки, 25 карточек, 5 рядов по 5 штук, и там просто слова, и делятся на две команды люди, есть капитан, да, красные и синие, капитаны поворачиваются лицом своим командам, да, и берут из коробочки поле, на этом поле карточка с полем, то есть карточки выложены 25 штук на столе, и отдельно карточка с полем, где 25 ячеек, то есть моделирование карточек, которые лежат на столе, и там красным и синим отмечены слова, слова, там, для красных слова и для синих слова, и капитан должен увидеть слова, поле, да, которые выложены перед людьми, да, но ему надо, чтобы на том карточке, которая перед ним, да, люди угадали эти слова и совпало, но он может только называть одно слово, ассоциацию, к тем словам, которые он хотел бы, чтобы его команда угадала, и он может одним словом, одно это ассоциативным словом обозначить какое-то одно слово на карточке, а может 2 и 3, и вот здесь вот прикол получается, что поймать одну ассоциацию, объединяющую абсолютно 2 или 3 разных слова. Я поняла, да, прикольно. Охренеть, знаешь, как там мозг работает, просто. Что объединять, молоток, морковку и ёбку. Да, да, да. То есть одно слово проще, да, ну, то есть ассоциацию там ловишь быстро, и люди быстро угадывают. Естественно, там ограничения по времени, а вот когда ты пытаешься сразу 2-3 слова, а еще когда на поле видишь слова, которые, если ты эту ассоциацию назовешь, они тоже под нее подходят, но это не твои слова, не слова твои, команды, понимаешь? Ну, не угадать, да, да. Такая простая игра, но такая она целипательная. То есть у тебя уже соревновалка включается, ну, у меня рекорд 3 слова. Можно устраиваться в прямом эфире, как бы это организовать, поиграть толпой? И вообще, что можно играть толпой в прямом эфире? Какие игры? Вот 2 месяца назад я с ребятами думал про мафию в онлайне, но так и не разродился на то, как это провести. Я очень люблю просто мафию, вот, а вот такие игры точно можно, я подумаю и что-нибудь организуем. Я вообще за игры. То есть вот такие игры, они очень круто расширяют. Я знаю, что можно сейчас, ну, вот Zoom есть. Я уже... Да, да, да. Как там классно устроено, то, что куча людей, ты видишь всех, можно со всеми общаться, а может только один ведущий говорить, а все остальные там что-то показывают. Я в Zoom провожу там общение какое-то частное с несколькими людьми. Какие-то там практики, что-нибудь еще там. Вот. И вот мафию, когда думали, я тоже думал через Zoom. А вот так вот играть можно в Zoom, да? Другой вопрос, что... Ну, короче, надо подумать. Можно. Сто пудово. Да. Можно. Можно придумывать игры, все, кто нас смотрит, и переходить в Zoom. Просто надо списки игр. Давайте каждый придумывает игру в Zoom и публикуем время, даты каждой игры, у каждого, у каждой игры свой ведущий, да, со своей игрой. Мы просто будем ходить и играть. Это будет круто. Слушай, игры, вот одно из самых любимых, потому что, ну, реально происходит общение, и мозг начинает, особенно в таких играх, он реально начинает расширяться. А еще и с кайфом, да? Да, с кайфом. Да, да, да. Вроде такой напряженный, ну, думаешь, и одновременно отдыхаешь. То есть ты расслабленный и напряженный, одновременный в этом состоянии, в игре. То есть, да, у тебя там внимание, а тело кайфует. Все, я прям хочу во что-то поиграть, так интересно. Я подумал. У меня будет что, я тебе напишу. Ну, и ребята тоже, предлагайте. Тут сколько сейчас, 60 человек предлагайте. Тем более, я знаю, видел нескольких людей, которые с играми связаны. Это к вопросу расширения, да? И то, что сейчас происходит. Ну, там, кстати, будет записан в WGTV, и там по-любому комментарии пускай люди посмотрят, пишут. Блин, интересно реально, типа, играть толпой во что-то. Там, в карте дела, мне нравятся еще карточки, когда лепят, и ты рассказываешь, что у тебя тут. Давай сделаем так. Я придумаю игру, и мы с тобой сыграем. Как, как, ну, поприкалываемся. Есть у меня мыслишки. А другие тоже придумают. Я совсем не сыграю. Мне интересно. У меня моя игра готовится, Экилибр. Я жду, пока все откроется, потому что мне нужно производство. И как бы это... Ну, оно случится. Я понял, что игра интересная. Я зашел в чаты, все наблюдал, наблюдал, потом вышел, думаю, все равно узнаю, когда она родится, и уже тогда... Ну, да, Экилибр тоже поизвечает. Ну, я его объявлю в любом случае. Так что можно там не обязательно сидеть. Единственное, что там идет очередь. Люди, которые добавлялись, да, там они в порядке очереди на игру. Мы не сможем сразу с 300 человек, которые уже добавились, поиграть. Естественно, все будут ждать очереди, и помимо распространения через проводников, да, ну, очередь будет двигаться быстрее, чем больше проводников, тем меньше очередь. Вот, но пока она большая там очередь на игру. Ну, как бы я одна, Вика одна, она двое. Олеся может еще подключиться, настроя. Пока. Так что смотри. Слушай, а как вы так с Олесей? Вы так прямо вот вместе-вместе можешь поделиться? Вот вы так разошлись. Вы у меня вообще как единое целое всегда были. Нелли, Олеся, потом пац-таки и все. И отдельно. Вот что случилось? Ну, мы приняли с ней решение, то есть мы вели курсы совместные. Я говорю, Олесик, ты крутая девушка, вот, но тебе нужно самой развиваться. Я ее не могла от сердца оторвать вообще, потому что она делала все, эти шкурки там, посты, оформляла картиночки и так далее. У нас вся черновая работа там 99% на ней, она все это быстро делала, находила. Вот. Но я понимала, пока она мне помогает, она тратит время свое, собственно, когда могла бы на развитие пустить. Я говорю, Олеся, короче, давай делаем так, хотя бы временный расход, посмотрим, что будет, веди свой YouTube-канал, веди свою страничку, начни свои хоть какие-то курсы вести, потому что мы и так все вместе-вместе-вместе. Ты это все организуешь, но больше времени уделяя я, знают меня. Ну, как бы, Олеся тоже знает, все понятно, но она как бы в тени моей. Я говорю, давай, иди вперед. Как только я ей это сказала, все, она покупает кучу земли в Абхазии, делает там оазис, у них там стройка, у них там центр, короче, коллаборация с Наташей, у них там все будет. Бассейны, вилы, люди, эти страусы, короче, спальни, все там красота будет, и центр для обучения, и сейчас в Абхазию люди, ну, приезжали до закрытия, сейчас откроются, будут приезжать дальше, у них очень много курсов. То есть Олеся очень быстро начала расти, как только я ее отпустила. Вот, я ее вот так вот держала, взяла, не уходила. Ну да, я почему я спрашиваю, потому что понимаешь, что это... Я ее не хотела отпускать, но в какой-то момент я поняла, то что, ну, пускай она развивается тоже, потому что, ну, сколько можно. Вот, а помощников я всегда найду. Слушай, а ты сейчас уже, вот, прямо, это, понимаю, раз продюсер взяла, ты уже, ну, можно сказать, как собственный бренд, да, развиваешь, да, и... Ну, у меня всегда так был. Ну, вот, прямо уже по-новому, то есть, если раньше у тебя один там посыл был, да, да, выгодил, да, как бы, вот, а сейчас прямо... Да, у нас сейчас набирается команда, мы будем эту команду, естественно, расширять и автоматизировать все эти процессы, в общем, плану в громадье, на самом деле, и неинтересен, да, как, ну, сам результат, вообще, даже неинтересен, мы сегодня задумались, с девчонками, с мальчишками, что вот даже и пофиг на результат, нам интересно вот это все сейчас делать, вот этот процесс такой завораживающий, столько хочется всего сделать того, что ты не делал, вот сегодня столько идей пришло, вчера столько идей, вчера, и такие, блин, идеи просто стыкаться, как из друга забили, и хочется все вообще объять, ну, для этого нужна команда, конечно же, чтобы везде все было. Команда, да. И, блин, очень интересно. Я сейчас подкасты буду вести, прям, уже там миллиард людей, наконец-то, я дошла. Вот ты не первый раз произнесла это слово, я первый раз не стал это спрашивать, я не понимаю, что значит подкаст? На айфоне есть фиолетовый значок, такой кругленький, и типа буковка «Ай», и вот вокруг на фиолетовом фоне и буковка «Ай». У меня просто не айфон, поэтому видимо нет. А, конечно. Ну, через андроид можно скачать приложение и слушать подкасты, а вот делать, я не знаю, можно их нет. Вот, так это на айфоне встроенное приложение у всех, и подкасты это радио, весь мир уже его завоевал, до России только дошел, и это настоящее время, ближайшее будущее, это только вот начало развития, и на очень долгосрочное, потому что сейчас по телевидению, ну, люди вот это ТВ смотрят, видео, YouTube там и так далее, но мы начинаем от этого отходить, скорость вот этого движения, скорость жизни увеличивается, да, уже никогда визуально смотреть, ты едешь в машину, тебе надо следить за дорогой, в машине аудио очень классно слушать, на ночь ты там уже ложишься, глаза закрыл, можешь слушать, утром просыпаешься, там пьешь кофе, кушаешь, ты можешь слушать это радио, подкасты, очень сейчас, Америку захватили, в Европе там процентов на 70 уже захватило, в Америке там на 90 с чем-то процентов уже, охвачен аудиторий в России, только-только начинают обороты, ну, и то уже тоже в России много, ты мне сейчас просто Америку открыла, ты мне сейчас Америку просто открыла, я вообще не в курсе, что такое подкаст, да, это, теперь, теперь интересно, Америку с бабушками умирает, контакт умирает, все умирает, пока с короной, вот как девушка сказала, которая там учит там подкастом, которая радио ФМ, создатель, главное, что она там, вот она еще такая говорит, что Инстаграм это круто, визуал, картиночки и так далее, пока с короной, детский там ТикТок для детей, вот, тут уже как маленький братик-сестренка, а вот подкасты, это сейчас вообще будет волна, круче этого Инстаграма, ну классно, туда нужно заходить сейчас, люди, кто слушает, идите в подкасты, да, давненько эти подкасты на SoundCloud, там записываются, те артисты, которые делают озвучку, короче, пришла пора, айфон себе, я понял, надо развиваться, смотреть, надо, круче Ютуба многие говорят, ну конечно, ну Ютуб нужно настроиться и смотреть, у людей настолько сейчас, скорость восприятия информации повысилась, вот даже по сравнению, там с несколькими годами ранее, что все сейчас видео смотрят на ускоренный, даже фильмы, я даже сериалы смотрю на ускоренный, я аудио смотрю, но слушаю на все время, но ускорен, иначе, иначе весь день будет, ну вот, у меня просто так, многие процессы, да, идут через общение, надо динамично, и пошел, и поехал, вот, и самое классное, что там не подходят такие вещи, когда ты берешь, там что-то читаешь, там монотонно, долго, неинтересно, вообще, сейчас самый бренд, самая фишка, вот прям, люди ловить, это когда две подружки, собираются, начинают о чем-то говорить, забыли про этот подкак, включили, вон записываются, а потом без монтировки, без ничего, без монтировки, без монтажа, просто, и нифига не резать, его не надо, выкладывают людям интересно, ну, посмотреть, прям, живое, о чем люди говорят, очень интересно. Слушай, ну ты уже там, я у меня, не складывается, как это работает, то есть, что там происходит, что это такое, это мессенджер? Люди слушают радио, подкасты, просто нажимаешь и выбираешь, там есть картиночка, как у поста, на ней название, там, у тебя какой-то канал, канал там, например, автомобильный, канал у врачей, там, канал у любого блогера, канал актеров, тематические каналы, есть каналы просто поболтать, есть каналы там о сексе, очень много таких каналов, я как включила у меня сразу список, это как бы, ничего себе, куда я попала, вот, очень много, сразу люди собираются и ведут вдвоем, втроем, вчетвером, толпой, болтают, ну, о чем-то, темы озвучивают, описание делают на канале, можно описание не делать, можно делать картиночку, подписываешься, тебе с утра там интересно какие-то анекдоты, послушать канал, анекдоты, да, ты записываешь, сейчас, короче, все ревутся на подкасты, Нелечка молодец, делает рекламу подкастом, я вчера с девочкой, с девочкой, со знакомой, с которой там есть идея общего проекта, мы вчера, мы два дня с ней обсуждали, она мне говорит, слушай, мне эти все чаты, вот эта вся херня, вот эта телеграмма, все надоело, мне вот эфир бы там, давай там, аккаунт в инстаграме, я говорю, да, окей, согласен, ну, народ-то где общаться, сейчас я понимаю, что вот оно, новое третье, ну, видимо для меня, да, для всех, все, кто хочет болтать, то есть ты записываешь аудиосообщение, аудиосообщение просто на телефон и загружаешь, вот, офигенно, вообще, отлично, можно сделать, там, кучу тематик разных, на такую тему, там, общаюсь по понедельникам, там, о жизни, о чем хочешь, специалисты на свои темы рассказывают какие-то, ну, то есть, кто что хочет, то и говорит, ты можешь просто болтать и выкладывать, каждый найдет там свою аудиторию, это очень классная тема, подкасты на русском языке, на английском, на всех языках мира, подкасты, у всех, у кого есть, айфон, и даже андроид, через приложение, могут слушать, все, что хочешь, любой язык, весь мир крендит, каждый на своем языке, поэтому все там есть, на любом языке, на русском очень много, но по сравнению со всем миром, в России эти подкасты только-только начинают как-то где-то просачиваться, только появляться, да, там уже много блогеров, актеров, специалистов, которые ведут подкасты на русском языке, много, но по сравнению со всем миром, там вот такие маленькие проценты, типа Яндекс Дзен, да, там вот эти подкасты, они сразу там, и на Яндексе можно загружать, и еще где-то там, короче, оно одновременно, везде там будет транслироваться, продвигаться, короче, там нужно изучать, на самом деле, там тоже... Нет, я идею ловил, прикольная штука, у меня сразу, у меня сразу дальше побежала, как я это, где я это уже могу применить. Спрашивают, а на Мордовском есть, я, кстати, Мордвинка, по папиной. Спрашивай. Вот. Сережа Киселев. Сереж, если в Мордовии айфоном кто-то умеет пользоваться, то по-любому есть. Серега, да, он любит задать вопросы. Вчера только с ним в эфире общались, очень классно, люблю Сереж тебя, вообще очень прямо, у меня там тоже идут интересные процессы. Ты помнишь Серегу? Я с ним познакомился на твоем курсе. Киселев? Да. Я с ним живую знакома с 2013 года. Он просто мега бой, он такой классный. Я его знаю лично. Мы так все и не можем с ним встретиться, все хотим, но не надо. Да, он меня молочит значительно, но он поражал меня своим глубоким мысльем, новым сознанием. Он очень странный тогда для меня казался. Он очень странный, очень нестандартный. Я вот даже, Серега, когда в эфире общаюсь, а мы сейчас с ним периодически выходим, просто подружески пообщаться, и я иногда вот так вот делаю, потому что мой мозг не понимает этого. у него свое такое сознание, такое видение мира, он очень умный, очень. Я не помню, сколько тогда ему в 2013 году было, или 20. Сереж, только сколько тебе лет, напомни. Вот. И у нас большая разница в возрасте, а он, короче, со мной на одном уровне. Я такая, не фига себе, я таких умных молодых людей еще ни разу не встречала. Он просто глубокий такой. Мне тогда казался странненьким, как будто ему лет 70. Ну, то есть, такой мудрый, капец. Есть такие люди, да. Классный восстание. Очень приятно слышать это от вас. Вот, Сережка, люблю тебя. Дорогой, как же, как же, как же, конечно. Да, да. Так что, ребят, подкасты, это тема классная. Кто-то начинает сравнивать, там, YouTube лучше, там, видео, Instagram круче, картинки и видео. Оно не круче, не хуже, не лучше. Да, он просто разный. Аудитория, которая за рулем, ее очень много, да, им удобнее подкасты слушать. И у нас автомобилисты, весь мир за рулем, на работе, которые, ну, что-то делают, они могут только слушать. Они не могут смотреть. Вот эта аудитория, там, прикиньте, это на одном... Как раз тоже недавно с ребятами, с командой тоже обсуждали эту тему. А что там, YouTube, не YouTube? Ну, как бы, ну, очевидно же, что на YouTube своя аудитория, в Instagram своя аудитория. Да, как бы, в Telegram тоже есть аудитория, есть люди, которые на YouTube раз в неделю заходят, но зато в Telegram целыми днями. Поэтому... У меня вот в Telegram канал, и я смотрю, что многие посты читательные именно в Telegram, а не в Instagram. Им вообще Инстаграм интересен. Да, да, да. Многие читатели... Я тебе больше скажу, что сейчас люди и видосы начинают смотреть в Telegram каналах, а не на YouTube. Поэтому расширяемся. Кто-то на YouTube переходит, но там вообще много людей таких очень молодых, там, немояная публика. Хотя, хотя, почему нет? Может, кого-то и сладует. Да ну перестань. Твоя публика везде. Ты тоже как бы что-то скромничаешь. А я уже 10 лет про подкасты знаю, но мне YouTube ближе. 10 лет подкасты существуют? Погоди. Через годик, через два ты увидишь, что подкасты вообще заружат так, что мало не покажется. Нет, так очевидно, что где идет автоматизация, мобильность, все туда. То есть максимально люди сокращают временные свои затраты на то, что они используют. Это понятно. Там очень удобно надо слушать и в ускоренном режиме все как раз таки тоже. Ты мне скажи, когда мы уже в общем коллективном сознании чувствование, телепатия будет уже в другом уровне. Через сколько? Что для этого надо сделать? У каждого свое. у меня это наступило уже сейчас. С тобой понятно. А безо других я ничего не знаю. Со мной это уже сейчас произошло, и все, кто со мной общается, более-не более уже начинают уже видеть, слышать, то есть ясновидение, яснослышение, яснознание, оно уже у всех в моем окружении не приходит уже сейчас. Это не где-то там потом, а уже сейчас. Вот. Как у других, я не знаю. Поэтому такой вопрос мне задал. Спроси себя, давай, спроси. Когда я этим сейчас активно занимаюсь. Я чувствую свое тело и видеть продолжение своего мира как себя, и тогда ты спокойно сможешь со всем миром общаться просто мыслями. вернее, даже не мыслями. Мысли это тоже как язык похожий, да, мы общаемся. Мы просто нашу информацию передаем другой клеточке себя же, да, передаем, запаковывая ее в слова, в жесты, в мимику. А можно ее не запаковывать, потому что каждый расшифровывает слова по-своему, жесты по-своему, мимику по-своему. Все равно. А можно расшифровывать просто начав чувствовать свои чувства, но при этом осознавая, что мы единое целое, мы связаны единым коллективным созданием. Когда ты это понимаешь, одновременно разделяешь себя с человеком, что он это он, ты, ты, то есть вы две разные клетки, но вы две разные клетки одного организма. Когда ты понимаешь одновременно, что вы разные и одновременно вы единое, вот тогда там коннект идет офигенный. Вот это надо осознать. Кто насколько готов чувствовать? Да. Блин, ну тоже такая тема. Да все готовы чувствовать? Нет, нет, не все готовы чувствовать. Выбирают просто не чувствовать. Выбирают, да. Готовы-то все. Насильно, специально подавляют свои чувства и хотят их изменить. Изменить. я не хочу это чувствовать. Я не хочу сейчас чувствовать грусть, я хочу изменить на радость. Все, хотелка и, блин, все внимание. И грусть она бесконечно продолжается. Но когда ты, блин, офигеешь от того, как радостно чувствовать грусть, то грусть будет уже радостью. Но когда ты не захочешь ее менять. Люди подавляют эти чувства. Все, вообще все. Боль подавляют. У меня позавчера с мамой разговор был, наверное, самый... Я думал, что мы как бы все друг друга уже знаем и чувствуем. Позавчера она позвонила. Для меня это вообще был такой прорыв, расширение. Она говорит, сынок, направь меня. Впервые в жизни меня мама попросила. Это при всем. При том, что у нее позитивное мышление просто, но она своим позитивом очень много чего по жизни подавляла. ты о чем-то говоришь. Какие-то типа негативные чувства. Там злость, раздражение. И поставили пневмонию несколько дней назад. И вот мы сейчас работаем. Разрешаем вытащить все, что нам поддало. Типа я такая вся на говняшке сижу. Позитивное мышление это оно играет злую шутку, конечно же. Но в то же время в то же время позитивное мышление оно поднимает тебя, оно расширяет фокус внимания на этом, фокус внимания на постели это классно. Но при этом просто противоположно не надо давить. Когда ты в позитивном мышлении при этом понимаешь, что все чувства были, они все твои и ты видишь в этом целое. Все, там такое комбо классное. Там комбо такое, чтобы короче, я счастлив, что я сейчас живу. Наблюдаю себя сейчас здесь в этой точке и каждый день об этом говорю. Что сейчас чувствуешь? Сейчас чувствую легкость. Легкость у меня как-то знаешь, что происходит такое у меня грудь очень горит, да, прямо огонь в груди. Ну и тело расслаблено. Я чувствую такое удовлетворение. А что для тебя вневмония? Ты связь не находишь? Дыхание. Дыхание. Легкие дыхания. То есть нет свободного дыхания. Либо вдох идет, а выдох такой. Выдох такой. Или наоборот. Это легкие. У меня сразу такое. Мы начали с этой темы, что я держусь за свои здания, которые хочу дать, научить, получить. Но не вдыхая новое, с легчеством не расстаюсь со старым. два дня назад мама и как раз два-три дня назад тебя вот это щучит все. что пишет. вся реальность дает. А одновременно это случилось? Конечно. И мама близкий человеком автоматически сразу. Классно. А по поводу движа это вообще люди, которые не получали у меня инициацию, непонятно, что делают? Вообще непонятно, что делают. Тут понимаешь, что, кстати, хорошую тему? Вот этим названием... Это ассоциативно у людей идет. Движ, оно такое слово, понимаешь, вкусное, сочное, говорящее. Оно прямо Пока я не говорила этого слова, никого в интернете я не видела с этим словом. Никто его не говорил. Как только я вела продвижухи и начала объяснять во всех эфирах, что это такое, вообще, что это за слово, почему я именно этим словом называю то, что я называю, все начинают называть. Ну, хорошо, движ, но когда проводят, сыграют группы и проводят сеансы движения сердца, прям словосочетание, это же какое, которое я выбрала, да, и называют то, что они делают вот этим словосочетанием, это то же самое, что... Блин, я даже не могу примеров привести. Я не знаю, какой тут пример влепите, так ясно. Ну, я не знаю, что вы там люди делаете, но зачем брать и обзывать это то, что этим не является. Ну, это пиар такой ход, что ли, или что. К ним идет эта толпа, да, получать какие-то результаты и думать, что это вот это. Слушай, я на самом деле тебя могу... Только мне я перевалю, потому что это вообще другие вещи. С другой, ну, чуть-чуть с другой позиции просто тебе рассказать. Не в качестве там какого-то оправдания там людей или еще чего-то, нет. Просто реально у людей это происходит без какого-то корысти, то есть, вот там, вот конкретно если ту ситуацию взять, да, там, Сережа когда написал, движуха, движ, движа начался, вот, просто у человека, там, он кастрюли весь день мыл и он их так отпидорил, что у него там поток пошел и он так аааа, давай, 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 да, то есть, оно как бы просто, типа, люди, давайте двигаться, да, и... А называть движение в сердце это для чего? Да он не думал даже, вот оно выскочило, это форма... А почему? А как думаешь, почему? Потому что от тебя шпарит потоком, волной. Он даже не представляет, чего я даю, вообще даже не представляет, потому что то, что я говорю делать людям на другом конце, как говорится, провода, да, это просто я даю каждый раз разные медиташки для того, чтобы они не метались умом и не мешали на них концентрироваться. А что делаю, я еще никому не рассказывала, вы понимаешь? И я это вызвала, ну, определенную совосочетальность. У людей ассоциация, ассоциация возникает? Они не знают, что дают, ну, я. Леш, они портят мне репутацию, понимаешь? Нас сейчас с тобой выкинет, эфир заканчивает. Я себе порчу репутацию. 15 секунд у нас с тобой. Очень классный эфир был, я хотела тебя разобрать в прямом эфире, и мы с тобой, в принципе, за 15 минут решили. Все случилось? Да, все случилось, и, короче, я очень рада, что я тебя разобрала. Я вчера разобрала,